Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 сентября и я хочу немного рассказать о ситуации в теплице номер 1, где я хотела получить второй урожай, то есть я оставила пасынки у ботяни, вот он дорос до верха, я его обрезала, оставила по 2-3 пасынка на каждом кустике и хотела получить второй урожай. Но я просто не подумала, как, ну я, ну второй урожай, ну вот оставила, он и вырастет, но оказывается для того, чтобы получить второй урожай, ведь тоже нужно за ними ухаживать. Я сейчас сижу, с заявками занимаюсь, и мне некогда, и вот заходя сюда, я видела, что он все разрастался, разрастался вот этот ботяня, и видите сейчас какая ситуация, пасынки уже разрослись до такой степени, там, конечно, есть у меня плоды, все в этих молодой зависти, в плодах, но для того, чтобы получить второй урожай, оказалось, ну это и предполагалось, что нужно так же интенсивно за ними ухаживать, ходить подвязывать, посынковать, а так как заниматься мне этим сейчас некогда, пришлось, вот сейчас придется эти все томаты удалять, вот в расцвете, в самом, ну просто я поняла, что если бы у меня было время, то это возможно было бы сделать, смотрите уже какие, есть некоторые прям 100 граммовые на ботяне, на пудовике, вот я оставила на любимом празднике, сейчас подойду еще к любимому празднику, почему я хочу их удалить, во-первых, у меня не хватает времени для их, для ухода за ними, во-вторых, вот осенью уже, когда приелись томаты, уже нет такого азарта, нет такого того аппетита, чтобы ухаживать за ними, чтобы получить плоды, потому что и так уже весь подвал завален, вот этими лотками, вот я сейчас пройду по огороду, буду делать видеообзор, вы увидите, то там стоит, то там лоток, и получается, что осенью они вроде и не нужны, их уже не хочется, и нет такого желания ухаживать, потому что мы уже насытились этими томатами, это первый вопрос, но второй, конечно, что у меня нехватка времени, мне важнее, конечно, сейчас всем заказчикам ответы отослать, разобрать все эти заявки, которые путаны и перепутаны, и, ну, это уже как получилось, что эти второй урожай на втором месте, и третье, самое главное, у нас наступило резко холодно, вот я сейчас сижу, сейчас покажу вам, в шерстяных носках, очень холодно в шерстяных носках, в теплых галошах, а мне ведь нужно еще подготовить грунт на будущий год, и когда я подумала, что за счет того, что вот я эту сторону не уберу, у меня тут просидят томаты экспериментальные для второго урожая, мне придется потом, когда выпадет снег, когда будет холод, мне придется потом здесь грунт смачивать, удобрять, высаживать сидираты, готовить его, короче, мне для меня это не очень удобно, неприемлемо, потому что я все-таки человек уже в годах, не очень здоровый, вы знаете, многие знают, что у меня астма, и мне в холодное время года возиться здесь нежелательно бы, а сейчас еще ситуация с коронавирусом, что если, не дай бог, заболеешь, куда-нибудь в больницу попадешь, там еще какой-нибудь коронавирус подхватишь, лучше быть здоровеньким, и поэтому я решила, что второго урожая не будет, нынче не будет второго урожая, ввиду моей занятости, ввиду всего, но вообще для тех, кому, например, интересно, я сейчас покажу, какие выросли уже томаты, и могу сказать, что второй урожай это реально, дали вполне хорошие плоды, и те старые томаты, которые я оставила просто стволы, все обрезала, и верхушку все, они уже отдали один урожай, и вот пасынки, которые остались, корневая система же сильная, если почва достаточно удобная и хорошая, они могут дать и второй урожай, и вот там я подсаживала еще молодые, маленькие, они тоже завязались, они тоже бы дали второй урожай, но это опять же делалось с учетом того, что сейчас при похолоданиях я могла бы здесь подогрев грунта включить, закрыть теплицу, включить вот эти вот верхние обогреватели, что у меня эта теплица полностью оборудована для получения второго урожая, сейчас покажу вам, какой любимый праздник вырос, вторая волна, вот завязи висят, вот они уже такие сформировавшиеся, и мне кажется, что, вот смотрите, сколько цветет цветов, ой, ну это вот старые и так далее, молодые, маленькие, которые я подсаживала, дали вот такие плоды, их сейчас я соберу, наверное, на хранение положим, но мне самое главное, сейчас все мы уберем и посеять седираты, для меня, ну я как, я подумала и решила, что надо, наверное, выбирать, или на будущий год я подготовлю сейчас по теплу грунт, хорошо, качественно, для следующего урожая, или буду из-за нескольких помидорок держать до самого снега вот эти томаты, греть им грунт, все, я поняла, что мне они не очень важны, не очень нужны, и сегодня вот сейчас будем их убирать, хотя смотрите, они так, это вот пудовик, они так дружно завязались, что через месяц, наверное, был бы здесь все-таки урожай, все, до свидания, вот это видео, потом кто-нибудь будет спрашивать, а куда делись те томаты, которые второй урожай, вот сейчас будем их выдирать, к сожалению, погода не позволяет, холодно, сыро, ветер, но 3-4 градуса ночью, это очень холодно, и вот днем, когда нет солнца, такой холод, я сейчас пока снимаю, у меня руки замерзли, я просто боюсь, что если буду вывозиться здесь со вторым урожаем, я тут простыну, все, до свидания.